Выставка «Здравствуй, Новый год!» пришлась по душе как взрослым, так и детям. И это неудивительно. Атрибуты праздника, собранные любителями, елочные игрушки, сувениры времен 30-х годов и до современности кого-то заставили вспомнить свое детство. А творческие работы людей, которые самостоятельно сделали предметы новогодней тематики, приятно удивили своей креативностью и разнообразием. Подобная выставка организовывается в Краеведческом музее четвертый год, однако на этот раз она привлекла огромное количество участников, как брещан, так и жителей соседней Польши. Эта выставка, по сути дела, построена на, во-первых, коллекции людей, которые увлекаются сбором новогодних игрушек, а во-вторых, как и традиционно уже, на рукодельных работах. Причем участники у нас от малого, самому маленькому 6 лет, и до уже взрослых людей. Ну а как мы все это собирали? Да, обзванивали, давали объявления, все, и люди вот до сих пор еще, вот сегодня утром приносили к нам работы свои, потому что я считаю, что это люди такие, которые не только сами себе создают хорошее настроение, но и хотят, чтобы вокруг них тоже было хорошее настроение к праздникам. Брещанка Мария Алаш необычное влечение новогодней тематикой называет своим хобби. За годы коллекционирования праздничных атрибутов ей удалось собрать множество статуэток сказочных персонажей, а также игрушек самых разных лет. Все они по счастливой случайности попадали ей в руки. Сегодня девушка, представившая на выставке порядка 700 экспонатов, не намерена останавливаться. Увлекательным делом она планирует заниматься и в дальнейшем. У меня день рождения 2 января и всегда Новый год, и мое день рождения сливалось в один большой праздник. И поэтому такие прекрасные детские воспоминания, которые меня натолкнули на сбор этой коллекции. Есть игрушки домашние, есть, которые привозили мне друзья-знакомые. Некоторые я покупаю через интернет, на аукционах. Сейчас это стало довольно модно, так что можно что-то найти. Самые старые игрушки, они с 30-х, начало 40-х годов. В военное время они были сделаны из медной проволоки. Заводы не закрывались такие, как москабель или ламповый завод. И выпускали елочные игрушки, несмотря на такие обстоятельства. На открытии выставки ее гостей и участников ожидало много сюрпризов, одним из которых стало появление главного героя Нового года Деда Мороза. Он пожаловал в гости, чтобы оценить стороне тех, кто создал новогодние подделки, а также поздравил всех с предстоящими праздниками. Помимо того, экспозицию посетили и представители брестских предприятий, которые подготовили многочисленные подарки самым креативным авторам работ. У нас всегда есть спонсоры, и причем очень хорошие спонсоры. Традиционно у нас лесничество участвует, управление по экологии, областное управление природных ресурсов и экологии участвует. Традиционно у нас брестский пекарь участвует со своими сладкими подарками. Ждем сейчас Деда Мороза, который приедет с Беловежской пуще тоже с подарками. И, конечно же, у нас участвуют туристические фермы. Оказание спонсорской помощи в организации подобных мероприятий – большой плюс. Поддержка как молодых, так и взрослых талантов – стимул для них принимать участие в различных конкурсах и в дальнейшем раскрывать новые таланты. Многие из награжденных сегодня творческих людей впервые презентуют свои работы столь широкой аудитории. Но уже сегодня высокоотмеченные, они, возможно, захотят еще не раз удивить публику.